Панкреатит Мы делим панкреатиты на острые панкреатиты и на хронические панкреатиты. Этиология достаточно обширна. В первую очередь это заболевания желчеводящих путей, протоков желчеводящих путей, когда появляются камни, которые приводят к острому воспалению и развитию панкреатита. Да, конечно, природа генетическая, она играет очень важную роль, хотя мы видим небольшое количество больных, у которых есть какая-то генетическая предрасположенность, но то, что интересно, например, алкоголь. Мы знаем, что алкоголь это очень важный фактор, который приводит к развитию острого панкреатита и повторный случай острых панкреатитов непосредственно переходит в хронические панкреатиты. Покажите, где располагается, в каком органе в основном развивается панкреатит? Панкреатит, он находится с левой стороны, как бы непосредственно боли, обычно это эпигастральные боли, очень резкие эпигастральные боли, с радиацией. Обычно больные характеризуются и радиацией как в виде пояса. Да, какой орган страдает при панкреатите? В зависимости от причины панкреатита. Если причина это камни желчеводящих путей, то в первую очередь может появиться холецистит, камень попадает в протоки, общий проток между поджелудочной железой и непосредственно желчеводящих путей, и непосредственно происходит страдание и желчного путя, и поджелудочной железы. Второй вариант – поджелудочная железа, когда ферменты начинают ее разрушать. Да, естественно. То есть они из пассивного состояния переходят в активное и начинают поедать орган, который их, собственно, и породил, да? Вы абсолютно правы. Это основной механизм развития острого панкреатита. Итак, поджелудочная железа, которая страдает в данном случае от этого заболевания, это орган, который, во-первых, связан с пищеварением, а второе – с эндокринной системой. Насколько поджелудочная железа, заболевания поджелудочной железы могут разрушить здоровье человека? Ну, во-первых, сначала все начинается с повторных случаев острого панкреатита, потом это переходит в хронический панкреатит. И может пройти множество лет, то есть часто хронический панкреатит, он ничем не проявляется. И только через 10-15 лет появляется подавление эндокринной и экзокринной функций. То есть люди могут к нам появиться, поступить на наше обследование с понижением веса, с обширным жизненным калом и с болями, болями хроническими. Причем хронический панкреатит часто он не проявляется болями, а может быть только снижение веса и профозные поносы. И, естественно, например, алкоголь или курение, эти все факторы, они повышают риск развития хронического панкреатита. И прекращение употребления алкоголя и курения значительно снижает повторные... А стрессы могут спровоцировать заболевания, связанные, то есть панкреатит? Стрессы могут спровоцировать, но обычно, как и при множественных наших заболеваниях, нам нужно сочетание нескольких хронов. Хорошо. Юрий, вот у меня к вам вопрос. Говорит желчный человек, да? Так как панкреатит связан и с желчевыводящими путями, и с поджелудочной железой, говорят, что человек, у которого непорядки, застой и желчи, он очень злой человек, он агрессивный человек. Ну, есть ли в этом какая-то правда? Конечно, есть в этом правда. И я думаю, что мы можем говорить не только о панкреатите, но и о поражении всей этой области пищеварительной. То есть мы знаем, что и желчь очень важна для того, чтобы происходили процессы пищеварения, и ферменты, которые выделяют панкреас, также важны в пищеварении. И, естественно, очень сложно с точки зрения медицины западной объяснить эти процессы. То есть их можно объяснить, но как-то тут немножко притянуто за уши, гораздо проще, гораздо легче и красивее объяснить это с точки зрения философии Дао. То есть с точки зрения акупунктуры, с точки зрения китайской медицины, эти процессы настолько они красиво увязаны между собой, настолько они красиво объясняют, что происходит в организме человека. И желчный человек действительно говорят, что желчный человек – это человек, который злой, который неуравновешен, который не в состоянии сдержать свои эмоции. На самом деле и печень, и панкреас, они отвечают за очень многие процессы в организме. Они отвечают за распределение и за потребление энергии. То есть разделяется, китайская философия делится на три вида энергии. Один вид энергии – это та, которую мы получаем с генами от наших родителей. Другой вид энергии – это вид энергии, который мы получаем с легкими, с дыханием. И третий вид энергии – это пищевая энергия. Если пищевой энергии не хватает по каким-то причинам, если система дает сбои, то эти сбои, естественно, ведут и к поражению центральной нервной системы. И люди, которые страдают поражением прижелудочной железы, у них обычно возникает состояние раздражительности, несосредоточенности, нарушения памяти. И плюс к этому симптомы, которые рассказала доктор, они также приводят к тому, что человек чувствует себя дискомфортно, постоянно дискомфортно изо дня в день. И, естественно, это может приводить также и к развернутой депрессии. И вот там уже наступает очередь психиатра, вступает в лечение патриотита. То есть следует пациентам обратить внимание на свое состояние, что иногда раздражительность, пониженное настроение, могут быть и депрессии развивающиеся, могут быть свидетельствами тому, что поджелудочная железа дает сбои, тем более, что поджелудочная железа связана и с инсулином. Что нам есть для того, чтобы сохранить поджелудочную железу и для того, чтобы она хорошо работала, Танечка? Ну, как Вы абсолютно верно отметили, поджелудочная железа на самом деле выполняет две функции – это экзокринная и эндокринная. То есть экзокринная – это ферментативное образование, то есть она вырабатывает трепсин, химотрепсин, эластазу. И на самом деле есть как бы процесс самосохранения, естественные при нормальных условиях, при правильном сбалансированном питании. То есть ферменты находятся в форме проферментов. Это трепсиноген, химотрепсиноген. То, что я хочу сказать, что при обильной жирной пище, и как было уже отмечено при употреблении, злоупотреблением алкоголя, эти ферменты приходят в активную стадию. И абсолютно верно Вы сказали, Анна, что они как бы саморазрушают, как бы переваривают, растворяют клетки поджелудочной железы. Помимо всего прочего, высокие уровни триглицеридов способны вести к острому панкреатиту. То есть речь идет о таких уровнях, как свыше 500. И таким людям нужно садиться на строгую диету, исключать из рациона насыщенные жиры, жиры животного происхождения, трансжиры. Очень важно исключить простые сахара, то есть все сладости, сахар, мед, варенье и так далее, поскольку они ведут также к образованию триглицеридов и обязательно фруктозу сократить. Очень важно отметить, что для людей, страдающих хроническим панкреатитом, алкоголь нужно исключить... Исключить однозначно. Также подвержены риску развития панкреатита женщины с многоразовыми беременностями, это сегодня известно, женщины, которые принимают лечение эстрогенами. То есть вот столько вокруг, целый конгломерат причин, которые могут привести к воспалению поджелудочной железы. Но и очень часто люди могут для себя хоть что-то сделать, потому что поджелудочная железа, если она начинает разрушаться, то разрушается, как Вы правильно говорили, весь организм. Летит эндокринная система, эндокринная система. Прежде всего, это питание, разумное питание. Здесь очень важно не провоцировать поджелудочную железу. То есть поскольку поражается также эндокринная функция, то есть возможны нарушения, сбой, выработки инсулина, то если мы правильно распределим сложносоставные углеводы в течение всего дня и исключим простые сахара, тем самым не будет высокой амплитуды колебаний, то есть выбросы инсулина и будет подавляться выработка инсулина, когда меньше вводится сахар, то совершенно верно. Мы не нарушим углеводный обмен, так как поджелудочная железа отвечает и за углеводный обмен, и тем самым мы не сделаем шаг к сахарному диабету. И еще один важный момент, поскольку было сказано по поводу образования желчных камней, то есть закупорки желчных протоков, которые тоже сами по себе могут вести к образованию панкреатита в острой форме. В своей основе желчные камни образуются на основе холестерина. Я только хочу отметить, что речь не идет о холестерине в крови, о повышенном уровне. Тот холестерин, те насыщенные жиры, которые мы съедаем, ведут к образованию желчных камней, поскольку в желчном пузыре холестерин не растворяется. То есть нам надо... То есть тем самым, еще раз, поменьше холестерина, поменьше насыщенных жиров, исключить сливочное масло, трансжиры, жирные торта, мясо, колбасы. Сало не едим. Совершенно верно, побольше рыбы, цельных злаковых и побольше жидкости. Итак, мы говорим о здоровом образе жизни, правильно, Юлия? Потому что без здорового образа жизни мы не можем предполагать, что наша поджелудочная железа может быть здоровой. Есть ли у Вас какие-то рекомендации? И поддается ли это заболевание лечению? Во-первых, мы как врачи рекомендуем быть под нашим наблюдением, потому что часто случаи острого или хронического панкреатита приводят к образованию кист в поджелудочных железах. Поджелудочные железы. И для этого необходимо наблюдение наше. Раз в полгода делать УЗИ поджелудочной железы, наблюдать, как прекрасно было отметено нашим геотологам, уровень триглицеридов, холестерина. Естественно, спорт минимум три раза, от трех до пяти раз в неделю, по пятьдесят минут и посещать нас. Мы можем нашу программу начинать и завершать такими словами. Диета, правильное питание, спорт. Это как бы основы-основ здорового образа жизни. Но кроме всего этого еще и правильное расположение духа, правильный взгляд на мир. Так я говорю, доктор? Ну, абсолютно верно. Я же такое, не помню, что это высказывание, что в здравом теле здоровый дух. Да. И действительно так. Если у человека есть какие-то проблемы телесные, то возникают проблемы духовные. И наоборот. Если есть какие-то проблемы душевные, то они влияют на телесное здоровье. Поэтому необходимо лечить все эти проблемы в комплексе. Необходимо лечить и тело, и дух. Ну что ж, будем, как говорится, заботиться о себе. Но после рекламы, дорогие телезрители, мы перейдем к теме гипертонического криза. И, кстати, там может пострадать уже и здоровый человек. А вот почему, вы узнаете. Кстати, наш врач-психиатр только что об этом говорил. Стрессы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!